Данная программа позволяет раздельно контролировать уровень громкости звука уведомлений в различных приложениях, которыми вы пользуетесь. То есть, к примеру, вот сейчас я вам покажу программу, которая называется Apple Music. Давайте мы ее запустим. И вот смотрите, вверху у нас появляется вот такое вот сообщение, что Apple Volume Control was adjusted в Volume Settings. То есть, Volume Control поменял настройки звука для данного приложения. То есть, я всегда слушаю музыку на 14 единицах. То есть, на максимум 15 у меня уже начинается небольшая хрипотца. Но суть в том, что если к моему смартфону подключены Bluetooth колонки, либо Bluetooth наушники, если я слушаю приложение Apple Music, громкость должна быть у меня 14 единиц. Выходим из приложения. И у нас возвращается звук. Вот Volume Adjust, опять же, был поменен программой Volume Control на тот, который я использовал систему. На систему у меня звук стоит 11 единиц настройки. То есть, я не просто так показываю вам, получается, шторку панели уведомлений опускаю, потому что у меня здесь имеется специальный виджет, который показывает текущий уровень громкости. И когда мы были в приложении Apple Music, громкость была на 14 единицах. Когда мы вышли в систему, на 11. То есть, под каждое приложение вы можете настроить отдельный диапазон звучания не только музыки, как медиа, но и, допустим, звонков, громкости уведомлений и прочее, прочее, прочее. Так, давайте мы поищем еще приложение у нас Apple Music. И я покажу, как вообще, что из себя представляют эти настройки. Итак, Apple Music. Проходим. И вот смотрите. Когда у меня подключены, получается, стандартные динамики моего смартфона, On Speaker, у меня громкость представляется на 93%, но еще раз говорю, это 14 единиц по тому виджету. Вот, к примеру, когда я подключаю наушники, обратите внимание, On Headset. И On Headset это подразумевается проводные наушники, потому что еще имеется и Bluetooth наушники. Когда я подключаю проводные наушники, я использую наушники от компании Xiaomi, но, блин, там звук, во-первых, мне кажется очень чистым, во-вторых, очень громким, и поэтому я выставляю на 73%. 73% это 9 единичек, то есть 9 единичек согласно вот этому виджету. Ну, это для того, чтобы не вырви уши, чтобы и мозг не лопнул, и музыку было слышать приятно. И точно так же мы видим On Bluetooth, у меня стоит специальный пресет Use On Speaker. То есть, когда я подключаю Bluetooth-устройство, те же самые Bluetooth-колонки, у меня звук восстанавливается таким же образом, как он должен по умолчанию звучать в динамики. Это 14 единичек. На словах, может быть, звучит не очень понятно, но я про эту программу написал отдельную статью, потому что программа действительно достойна уважения, внимания. И таким образом, вот где вы поставите галочку, данное, получается, приложение, к примеру, App Manager 3, будет теперь мониториться программы App Palum Control. То есть, в данной программе нужно разрешение на мониторинг деятельности, активности других приложений. Но когда вы первый раз запустите, у вас выскочит системное, получается, уведомление, что можно ли этой программе разрешить и отслеживать запуск других приложений. Разрешаете, после чего программа таким образом работает. И самое главное, что ее нет в панели уведомлений, нет никакого демона. То есть, она работает в фоне, ресурсы сильно не кушает, и при всем при этом под каждое конкретное приложение у вас будут свои настройки. То есть, если вы, как и я, любите слушать музыку, если у вас много музыкальных проигрывателей, много программ для просмотра фильмов, кодик, к примеру, VLC Media Player, в каждом проигрывателе свои настройки. Более приемлемо под те или иные устройства, к примеру, под Bluetooth наушники, проводные наушники, колонки. Если вы стримите видео с телефона на вообще телевизор, вы можете под каждый конкретный сценарий задать отдельные настройки звука, и программа сама будет их применять. То есть, это прям вообще круто. Всем пока и до скорых встреч. С вами был Владимир.